МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. Рейд по маршруткам. Журналисты ТВ5 разоблачили нелегальных перевозчиков. Умом законы не понять. Жители дачных кооперативов два года не могут прописаться на своих участках. Женский волейбол в Запорожской области живет. На региональное первенство среди девушек приехало 8 команд. Безумие или танец? Профессионалы танцуют поппинг именно так. Маршрут, которого нет. Новосозданная Государственная служба Украины Укртрансбезопасность с 1 апреля получила полномочия проверять легальность маршрутных перевозок. В одном из таких рейдов поучаствовала и наша съемочная группа. По каким схемам работают нелегалы и как их проверяют, расскажет Екатерина Свериденко. Площадь свободы. По информации правоохранительных органов, именно здесь останавливаются нелегальные перевозчики. Отсюда можно уехать в разные населенные пункты области. Сегодня нами был организован рейд с участием представителей Запорожской области администрации, которые являются заказчиками перевозок, работниками полиции, работниками управления по борьбе с экономическими преступлениями. Мы решили узнать механизм работы нелегальных водителей. Отправляемся на остановку. Обычно на этом месте забирают пассажиров, но здесь маршруток не замечаем. Узнаем, что один из автобусов, который может довезти до Днепрорудного, должен остановиться неподалеку через 10 минут, притворяясь обычным пассажиром. Погодите, заходите. Зайдите, зайдите. Нам документ с пола. Можно, да? Спасибо. Автобус без каких-либо опознавательных знаков на остановке не задерживается и отъезжает от площади свободы. Водитель берет по 45 гривен за проезд до конечной точки маршрута. Впрочем, правоохранители среагировать не успевают. Эксперимент не удался. Пробуем снова. Вторая маршрутка должна отъехать от площади свободы ровно в 10.30. Водитель в салоне просит деньги за проезд, пока ему не передавать. Метров через 200 автобус останавливают представители Укртрансбезопасности, проверяют все необходимые документы. Так как проезд пассажиры не оплачивали, сказать, что водитель ведет незаконную предпринимательскую деятельность не могут. Составляют акт правонарушения, так как отсутствует согласование этого маршрута с Укртрансбезопасностью и отпускают автобус. На место тут же приезжает директор транспортной компании. Все это сделано для того, чтобы сейчас выловить и показать одного перевозчика, который якобы работает нелегально, и это все осветить в средствах массовой информации. Правоохранители и нашу съемочную группу обвиняют в сговоре. Директор говорит, что уже два месяца не может согласовать этот маршрут с соответствующими органами. И этот рейд считает заговором против своего бизнеса. У нас в городе есть такая площадь свободы. Там работают некоторые фирмы. Некоторые легальные, некоторые нелегальные. Каким-то образом сегодня на этой площади осталась только одна компания работать. Остальные компании нелегальные. Каким-то образом от кого-то узнали информацию, что сегодня будет проверка проводиться, и сегодня их там целый день нет. Впрочем, внятно объяснить, куда поехала маршрутная такси с логотипами его компании не может. Представитель нашей компании сегодня загрузил людей по договору и отвез их в какое-то место, которое я не могу сказать, потому что я не знаю, куда именно он повез. Пускай это будет непрорудно. С 1 апреля 2016 года Управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте получило полномочия на проведение рейдовых проверок. Подобные мероприятия сейчас активно проводятся по всей Украине. Екатерина Свириденко, Руслан Шевченко, ТВ5. По указу президента Украины доукомплектования военных бригад продолжается. На данный момент в учебных военных центрах Запорожья проходит подготовку почти 700 кандидатов на контрактную службу. Сегодня два десятка добровольцев со всех военкоматов Запорожья отправились в Днепропетровскую область для комплексного пополнения 93-й отдельной механизированной бригады. Подробности знает Кристина Залевская. Александр отправился в зону АТО во время третьей волны мобилизации. Тогда, в свои 23 года, парень не имел представления о войне. Сразу столкнулся со сложностями. В кратчайшие сроки военной подготовки нужно было обучаться боевому слаживанию. Полтора года Александр прослужил в 55-й артиллерийской бригаде. Принимал участие в боях под Асланово, Широкино и Коминтерново. Не знаю, кто как считает, но я считаю, что это бесценный опыт. Потому что в мое время, когда я заходил в сектор, и мне кто-нибудь бы подсказал, как себя вести и как вообще реагировать на то или иное событие, я бы очень был благодарен этому человеку, так как не было кому подсказать. И мы это все познавали на своих ногах, руках и, как говорится, потом и кровью. Сегодня Александр в полной готовности отправляется на службу в 93-ю отдельную механизированную бригаду. Сейчас она доукомплектовывается на территории Днепропетровской области. Я давал присягу церкви перед Богом, и поэтому другого выхода нет. Полтора года доблестно провоевал, прошел этот путь с ребятами от А до Я, как говорится. У нас не было, все были хлопцы, как один стержень, все за друг друга, поэтому можно было положиться на плечо товарища. И только благодаря этому все дружно и повыходили, все в порядке. В этом году руководство Вооруженных сил Украины взяло стратегический курс на увеличение числа военнослужащих на контрактной основе. Основная задача военкоматов – укомплектовать личный состав подразделений за счет людей, подписывающих контракт на службу в ВСУ. Зараз, где широкомасштабная подготовка навчальных центров военнослужащих контрактной службы, мы отправили в первом квартале 683 граждане Украины, которые заключили контракт с Министерством обороны, но они будут заниматься навчанием на протяжении месяца до двух месяцев. И зараз как раз мы отправляем кучу каждого тыжня вызначенную килькис вискослужбовцы в районах Минских вискокоминсиатах. Больше 60 добровольцев контрактной службы со всех военкоматов Запорожской области уже отправились на доукомплектование военных бригад. Надо с этим заканчивать. Мы их сюда не звали. Надо в конце концов забирать свои территории, которые были отдать. Надо находить какие-то мирные решения, но не с бандами, с вооруженными, это точно. Поэтому здесь только сила, я считаю, должна разобраться. До момента полного укомплектования всех бригад военнослужащие в зону антитеррористической операции отправляться не будут. Кристина Залевская, Андрей Снесаренко, ТВ5. Маленький город Донбасса с большим украинским сердцем. У жителей Горняка есть мечта – показать всем украинцам, что в Донецке не все ждали русскую весну. Многие поддерживают высокие патриотические традиции, но несмотря на это беда пришла в каждый дом. Как мирные жители справляются с трудностями, смотрите в репортаже наших корреспондентов. Город Горняк находится на возвышенности. С окраин населенного пункта открывается панорамный вид на самые горячие точки АТО. Бои проходят в нескольких десятках километров. Мы видим все, что происходит в Донецке, Авдеевке, Песке, аэропорт, Трудовске. Все это происходит, все эти театры боевых действий происходят на наших глазах. И чисто символически просто город Горняк как хрань между добром и злом. В 2014-м в городе начались большие перемены. Этот год стал точкой отчета новой истории Горняка. Так же, как можно сказать, подло и предательски, как у нас забрали Крым, с нашего здания пропал и украинский флаг. Его просто украли. Украли в тот момент, когда мы не могли за нему постоять. Символ государства пропал со всех административных зданий. Вместо него появился флаг так называемой ДНР. Татьяна Липинская на тот момент работала депутатом Горняцкого горсовета. Я понимала, что я не полезу как женщина его снимать. Единственное, требовала от сессии горсовета, чтобы сессию под флагом непонятной республики не проводили. На стенах учебных заведений начали появляться символы непризнанной республики. Педагогический коллектив принял решение проявить свою гражданскую позицию. И мы решили пойти радикальным путем рисовать украинские флаги краской. Благодаря помощи военнослужащих Горняк остался украинским. Но начались обстрелы со стороны временно неподконтрольной территории. Лето 2015 года было очень страшным. 3 июня, это когда мы сидели в подвалах, 152-мм снаряды прилетали фактически за 500-200 метров от нашего дома. Среди местного населения были жертвы. 13-летний Виталик ведет нас к мемориальной доске. Тут недалеко взорвались снаряды вражеские. Погибло пятеро людей. Тут написано, нас не знищите в обиймах страху. Сегодня многие жители Горняка защищают территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил Украины. Демобилизованных здесь встречают всем городом. Я когда-то на покрову, когда мы приглашали военных на ДНК, был концерт. Я на сцене, когда поздравляла ребят, как-то так загадала желание. Я говорю, я хочу, чтобы наших демобилизованных встречали полным залом. И вот вчера мое желание сбылось. Более подробно о прифронтовых городах Донецкой области, а также репортажи с передовой, реальной истории жизни и последствия необъявленной войны. Смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 11 апреля в 19.45. Евгения Мельник, Сергей Чало, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Стройка длиною в 4 года. Новую хлораторную на Днепровской водопроводной станции номер 2 хотели ввести в эксплуатацию еще в марте. Но объект до сих пор не готов. Строительство длится уже четвертый год. Без хлораторной невозможен процесс качественной очистки воды. Сейчас она готова наполовину. Когда питьевая вода в городе станет чище, знает Ирина Погоренная. За день Днепровская водопроводная станция номер 2 перерабатывает порядка 100 тысяч кубометров воды. В очищенном виде она поступает к жителям Хортицкого, Днепровского и частично Запорожского районов. В 2010-м из-за несоответствия части оборудования стандартам станция была на грани остановки. Тогда приняли решение строить новую хлораторную. В 2012 году первый этап реализован. Закуплено новое оборудование современное. Ушли мы от той старой технологии. Организовали безопасность окружающей среды, населения. Это помещение – результат того самого первого этапа строительства. Здесь проходит подготовка к обеззараживанию воды. Жидкий хлор превращается в газообразный. После трансформируется в реагент для очистки жидкости. То есть здесь мы подготовку делаем? Да, полностью. Полностью подготовку и дозирование. Уже реагентопроводы мы направляем ее туда. Но мы обеспечили технологии, какую-то безопасность по правилам. Но мы не обеспечили отсутствие склада. Отсутствие склада. То есть каждый поперечный, каждый день привозят хлор с ДВС, с фильтровым. А хлор – это опасное вещество. Второй класс – опасность. Перевозки должны быть минимизированы. Для минимизации перевозок хлора в 2015 году приступили ко второго очереди проекта – строительству склада. Так он выглядит снаружи. Внутри – несколько помещений для хранения опасного вещества. Сюда же в будущем должны перевезти и дорогостоящие оборудования, которое ранее было установлено в хлороиспарительной. Пока готовность объекта – 70%. Сейчас ведутся окончательные отделочные работы. И после этого будет перенос и монтаж дополнительного оборудования, которое также будет запущено к вводу объекта в эксплуатацию. Планировалось, что новая хлораторная заработает в марте. Впрочем, из-за недостатка финансирования и корректировок проекта в прошлом году в сроки запуска постоянно переносится. Давайте не придумывать. Нет, нет, это рабочие вопросы. То менялся там куратор, то что-то не сделал, то мы где-то. Давайте работаем. Вы хотите работать в городе? Да, конечно. Так вот, покажите, как вы можете работать. Подрядчики уверяют – в сроки вложатся, а качество питьевой воды для запорожцев улучшится. Со своей стороны представители власти гарантируют бесперебойное финансирование. Сегодня поставлена задача. Из того объема, который у нас есть, порядка 4 миллионов гривен, общестроительные работы закончить к 30 июня. Ну а сам объект сдать как подарок ко дню города, ко дню города нашего Запорожья. Для того, чтобы действительно люди нашего города получали качественно подготовленную воду, а это практически весь правый берег. Ирина Погореевна, Юрий Васильченко, ТВ5. Особенности украинских законов. Жители четырех дачных кооперативов уже два года пытаются прописаться у себя на участке. И если на законодательном уровне, казалось бы, созданы для этого все условия, то на местах процедура так и не заработала. Почему и есть ли решение этой проблемы, знает Екатерина Свириденко. Наш адрес не дом и не улица. Часто шутят жильцы переулка Зажиточного в Шевченковском районе. Вот уже несколько лет члены дачного кооператива пытаются стать полноценными жителями города Запорожье. Далеко от центра города, зато цены на жилье не кусаются. Здесь сотни участков. На 70 члены дачного кооператива проживают постоянно. Тут есть свет и вода. Редко находит общественный транспорт. Могли бы и дальше развивать инфраструктуру на этой территории, говорит председатель, если бы имели больше юридических прав. В основном живут молодежь, есть и пенсионеры, но в основном молодежь и все с детьми. И проблема одна, это приписка, то что в школу надо приписка, в больницу надо приписка. Ну куда сейчас не кинуться везде, на работу и то надо же приписка, правильно? Такая же проблема у жильцов трех соседних дачных кооперативов. Макрянка, Медик-1 и Нерудник. С 2014 года Верховная Рада разрешила регистрировать свое место проживания в дачных домиках. Но в реальности запорожцы столкнулись с рядом сложностей. Первое, горсовет должен присвоить название дачным переулкам. Этого решения жильцы дачных кооперативов добивались около года. Но проблема с мертвой точки не сдвинулась. Сделали на трех кооперативах, есть. Дальше прописку получить. Заходишь в паспортный стол, они говорят о том, что нужно почтовый адрес. Обращаясь в Шевченковскую райадминистрацию, они мы не можем. Хотя есть в 2012 году решение горсовета о том, чтобы присваивать садовым домикам почтовые адреса. В апреле прошлого года постановление Кабинета министров утвердило порядок передачи дач в жилой фонд города. Но даже оформив все документы по закону, запорожцы снова столкнулись с непониманием со стороны чиновников. Есть вытяг из державного реестра, есть техпаспорта у людей. А Шевченковская райадминистрация говорит, а не имеет порядка переведения. То есть как это делать, как это добиться. Никто ничего не отвечает. В управлении архитектуры говорят, проблема не новая, но решить ее на местном уровне не представляется возможности. В постановлении Кабинета министров не учли требования градостроительной документации. То есть постройка на дачном участке может соответствовать всем техническим нормам частного дома. Но чтобы признать ее частью жилого фонда, соответствовать определенным нормам должен и сам участок. Градостроительные нормы, ДБН, место обедувания, выдвигает таким участком застройки определенные требования. Это требования к уличной дорожной сети, требования к инженерной сети. То есть, попросту говоря, пожарная машина, газовая служба, скорая помощь должны иметь возможность беспрепятственно подъехать к такому участку. Отсутствует решение этой проблемы и в других городах Украины, говорят в управлении. Но в Запорожье она усугубляется еще и отсутствием генерального плана города, принять который должны в этом году. Екатерина Свириденко, Юрий Васильченко, Руслан Шевченко, ТВ5. Советы медиков, замок Попова разрушается и сон журналистов в прямом эфире. Об этом и не только. Далее в выпуске не пропустите. Восемь учебных заведений соревновались за звание лучшего. В Запорожье прошел областной этап всеукраинского конкурса «Олимпийский лолочиня». Это не монтаж, это танец. Оказывается, танцевать поппинг профессионально возможно. Сырость, жуткий запах, грибок на стенах, прогнившие трубы и полы. В таких условиях проводится прием пациентов в одной из амбулаторий Мелитополя. Расположена она прямо в подвале многоэтажки. Помещение сдано в эксплуатацию еще в конце 60-х годов прошлого века. Капитальный ремонт здесь не делали никогда, а выделить новое, более подходящее для медицинского учреждения здание местная власть обещает уже несколько лет. Подробнее расскажут наши корреспонденты. 16 лет назад она с Афонова пришла работать в детскую поликлинику. Позже ее реорганизовали в амбулаторию номер 10. Здесь, говорит женщина, ни дня не обходится без сюрпризов. То соседи сверху затопят, то трубу прорвет, то канализация забьется. Запах сырости в медучреждении стал постоянным. Амбулатория обслуживает 18 тысяч взрослых и еще около 3 тысяч детей. Кабинеты маленькие и неудобные. Раздевать малышей мамам приходится прямо в узком коридоре. Стены здесь покрыты грибком. Старые трубы постоянно текут. Затапливают кабинеты и помещения, где хранятся медикаменты и вакцины. Из этой трубы все выходит сюда, затапливает это очень быстро. Часто бывает выходной день. У нас затапливают кабинеты близлежащие. В том числе кабинет, где стоит вакцина, тоже может запить. Там стоит холодильник. Решить проблему, уверены медики, можно только переехав в новое помещение. Такое есть на примете. Здание бывшего ЖЭКа. Оно находится недалеко от амбулатории. После ремонта это будет очень хорошая амбулатория. И там провести ремонт тоже надо. Оно подлежит ремонту. Сразу перевести амбулаторию нельзя. Однако выделять деньги на ремонтные работы в мэрии не спешат. Из-за реформы сейчас в городе переселяют медицинские учреждения. Вероятно, пациентов амбулатории номер 10 распределят по другим участкам. Соответственно, раз сформировав это все по группам, мы сможем понять, какие кварталы и какую нагрузку будет нести каждое отделение. А пока пациентам амбулатории номер 10, идя на прием к врачу, приходится дышать сыростью в полуподвальном помещении. Мария Маркеляна, Леся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Всемирный день здоровья. Как правило, в этот день обсуждаются проблемы, наиболее актуальные для профилактики различных заболеваний. В последние годы в нашем регионе, как и в Украине в целом, регистрируется рост заболеваний эндокринной системы человека. Какие новейшие методики применяют запорожские медики для борьбы с этими заболеваниями, и все о профилактике, расскажет Галина Знаминская. Светлана Горобец, жительница села Орлянское Васильевского района. Несколько лет жаловалась на боли в сердце и нестабильность давления. Принимала таблетки, но лучше не становилась. После обследования оказалась причина ухудшения здоровья – заболевания щитовидной железы. Насторожила то, что дыхание уже к кому-кому подходило. Не забивалось дыхание. Надо было глотать, было трудно. Ну, сделали УЗИ. Обнаружили увеличение щитовидной железы. По статистике, в Украине наблюдается рост заболеваний эндокринной системы. Это связано с радиационным фоном, солнечным излучением, инфекциями. В половине случая болезнь вызвана наследственным фактором. Симптомы различные. Среди основных, как и у Светланы, боль в сердце, высокое давление, раздражительность. Щитовидная железа управляет скоростью обмена веществ всего организма. Если она отказывает, человек гибнет. Три дня назад Светлане сделали операцию – удалили железу. Во время операции мы получили данные морфологические, что есть подозрения на онкопроцесс, верифицирован морфологически. Поэтому объем операции расширен, чем планировалось, сделан больше. Выполнена полностью тиреоид эктомии, удаление щитовидной железы полной. С расширенной лимфодисекцией удалены возможные пути метастазирования, этой опухоли. Методики, которые применяют запорожские хирурги для лечения щитовидной железы, соответствуют международным стандартам. А у местных медиков высокий уровень квалификации. Нам порекомендовали именно областную больницу. Здесь самые лучшие специалисты. Я даже ездила в Киев в гости, и мне предложили там сделать УЗИ. И мне там сказали про Русанова Игоря Владимировича, что он очень хороший специалист, поэтому к нему лучше. В этом отделении успешно проводят пересадку щитовидной железы и ее тканей. Технологии лечения врачи подбирают индивидуально. Все зависит от результатов исследований. Мы берем эту ткань щитовидной железы, мы ее обрабатываем. Она подлежит консервации определенной. И когда пациент, мы получаем окончательный диагноз, и мы видим, что да, эту ткань можно использовать, она не вызовет рецидив там онкопатологии, мы можем ее транспонтировать. Но, к сожалению, этот процент больных достаточно мал. Потому что больше идет онкопатологии, встречается. И больше идет запущенные больные с аутоиммунными тиреодитами. В канун Всемирного дня здоровья медики еще раз напоминают, нужно следить за своим здоровым и в случае его ухудшения обращаться к специалистам. Галина Знаминская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Исторический объект под угрозой. Замок Попова разрушается с каждым днем. Трещины на фундаменте прогнившие потолки, разрушенные стены. Это еще не полный перечень проблем усадьбы. А денег на ее ремонт требуется немало. О том, в каком состоянии сейчас находится строение, и какая судьба его ждет в дальнейшем, расскажет Екатерина Даньшина. Один из самых удивительных исторических объектов Запорожской области, да и Украины в целом, это замок Попова. Снаружи он привлекает взгляд красотой своей архитектуры. Да и внутри всегда было на что посмотреть. Однако, сейчас большая часть сооружения находится в плачевном состоянии. Ремонтные работы не проводились здесь уже долгое время. Трещины на стенах, прогнивший потолок, вываливающийся кирпич. Так сейчас выглядит большая часть зданий усадьбы. Это объекты культурного наследия Украины. Они требуют, каждое из зданий требует внимания. И восточный флигель, и северный флигель, и смотровая башня, и западный флигель. И особо аварийным является объект Манеж-Конюшня. Еще в 2015 году в этом помещении порывами штормового ветра сорвало крышу, после чего ее удалось восстановить. Однако, общее состояние помещения все равно неудовлетворительное. Как в общем-то и остальных зданий. В некоторые даже заходить опасно. В любой момент оно может свалиться на голову. Поэтому тут мы заходим на свой страх и риск. Сейчас туристы могут увидеть лишь малую часть исторического объекта. Количество доступных для экскурсии мест с каждым годом уменьшается. В прошлом году этих трещин не было. Это говорит о том, что идет процесс разрушения объекта, и как раз требуется усиление фундаментов и противоаварийные работы. Одна из самых неприятных проблем – это санузел. Сейчас он находится на входе в заповедник. Это первое, что туристы видят по приезду. Однако в облгосадминистрации говорят, что деньги на решение этой проблемы найдены. По капитальным выдаткам, сейчас выделены деньги на обладание и оформление опаления, на реэкспозицию, на придбание санузла, потому что вы знаете, что там у нас была проблема с туалетом. Поэтому те работы, которые бюджет на данный момент может себе позволить тягнуть, они будут заработаться. Что касается остальных вопросов, здесь ситуация более сложная. Только на проект на смертную документацию требуется 5,5 миллионов. Таким объектом выбрали конюшню, хотя и на ее реставрацию деньги еще нужно найти. О том, что ждет в будущем усадьбу Попова, сейчас сказать сложно. Но в облсовете обещают, что вопрос будут решать и держать ситуацию под контролем. Сейчас работники музея делают все, что в их силах. Самостоятельно устанавливают лавочки, красят заборы и обустраивают новые объекты для экскурсий. А это как раз наш новый объект, как я уже говорил. Это музей под открытым небом, руины палацу Попова. Ну а в аварийных зданиях усадьбы экскурсии сейчас не проводят. Екатерина Даншина, Юрий Васильченко, ТВ5. Говорят, в день праздника Благовещения Господнего даже птица гнездо не вьет. А вот жители села Конский раздоры в этот день объединили субботник с сельским праздником. Селяне высадили деревья на месте будущего парка и отправились вспоминать обычаи славян. Говорят, хотят быть ближе к природе. Как прошел праздник в сюжете наших журналистов. Девятиклассница Анжела и другие ученики сельской школы сегодня не на уроках. Вооружившись ведрами и лопатами, посадили не один десяток деревьев. Земля живая и с сегодняшнего дня начинаются полевые работы. То все насадживают саженцы. Сколько людей собралось, детей, сколько приехало на эту гарную такую подъю, чтобы можно было просто даже допомогти людям. И нам это как-то до души. После высадки деревьев праздник продолжается с песнями, хороводами и давними обрядами. Когда-то славяне такой большой хоровод называли началом улицы. Это возможность ближе познакомиться друг с другом и, может быть, найти свою вторую половинку. Ознакомиться, говорят местные, действительно есть с кем. Как и субботник, праздник организовали не в центре села, а в степи. Рядом находятся экопоселения. Так их называют сами жители конских раздор. Опыт его жителей местные частично перенимают. Мы вражены тем, как они отвоювали в природе такие шматочки земли. Как смогли на этих шматочках, они там по-своему высадят и дерева, и кущи, и квиты. В них своя специфика выращивания. Ну и это все приваблюет, захоплюет. Им это вдаётся. Ну и они активно залучают до этого и молодь, и жителей села. А вот сами жители необычных поселений свой участок называют совсем не эко, а поселение родовых поместьй. Круглый дом с окном на потолке, чтобы смотреть на звёзды. Во дворе кратерный сад. Это посаженные по кругу деревья и глубокая яма. Со временем, рассказывает хозяйка, она наполнится водой. Сильно поддивляемся за природой. Как в природе, где это дерево росло. Створить ему такие условия, або приблизно в таких же посадить, чтобы оно вижило. Пізнее. Как сделать, чтобы само всё развивалось и по минимуму вмешиваться в природу. В процессе жизни я бачила, что что-то неправильное. Это пахать землю, перевернуть её из них на голову. Для чего? Попробовала садить просто не на паханой земле, а так, ростеть. Совпадение сельского праздника с Благовещением – случайность. Недавно здесь отмечали весеннее равноденствие. Тогда весна не порадовала теплом. По просьбам односельчан массовый праздник организовали ещё раз. Сподобалось. И после звонка от знакомых по селу, мы думаем, что нужно другую серию делать. Местные жители говорят, у них теперь будет свой сад. А новый праздник природы станет традицией. Евгения Маловик, Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовский район, ТВ5. Здоровый сон – это, конечно, хорошо, но не в прямом эфире. Спортивный журналист американского телеканала уснул во время прямого включения. Ведущая студии задала Брайану Уиндхорсту довольно длинный вопрос, во время которого он опустил глаза. У зрителей сложилось впечатление, что он просто заснул. По крайней мере, отвечать на вопросы он начал не сразу, а с заметной задержкой, и начал говорить совсем не то, что нужно. Спохватившись, журналист рассмеялся о собственной растерянности. Позже, когда видео попало в сеть, журналист заверил всех в своём твиттер, что просто смотрел в телефон. Но это оправдание прозвучало совсем неубедительно. Елена Назаренко просила передать, что на работе она никогда не спит. Просто спортивные матчи на рабочем месте можно слушать и с закрытыми глазами. Новости спорта через несколько минут. До Запоряжья прилетело Олимпийское лелеченье. Флорболл підкорює наше місто, и яка команда стала кращей в Украине среди неолимпийских видов спорту. В эфире новини спорту. Вітаю вас. Сьогодні у всьому святі відзначают Міжнародный день здоровья. Запоряжьці також долучилися до святкувань і провели в нашому місті фінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Олімпійське лелечення». Його учасниками стали учні загальноосвітніх навчальних закладів. На попередньому етапі у цих змаганнях стартували біля трьох тисяч учасників з 600 шкіл регіону. У фіналі зійшлися вісім найкращих команд. Хто став переможцем обласного етапу та поїде на фінал до Києва, знає Руслан Невицький. На параді «Олімпійського лелечення» шикуються учні п'ятих-шостих класів. Для цих дітей уроки фізкультури в радість. Вісім команд навчальних закладів прийшли серйозний відбір. «Я хочу сказати, що до цієї акції залучилися більше трьох тисяч школярів. На першому початковому етапі у нас були команди, і якщо бути точними, це дві тисячі дев'ятьсот дев'яносто вісім чоловік. Сьогодні це фінал, тому їх менше, але ми знаємо, що вони найкращі, завдяки таким заходам ми дійсно прищеплюємо любов до спорту». Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелечення» проводять з 2011 року. Ініціатор та засновник цього конкурсу – Національний олімпійський комітет України. «Данне мероприятие було в своє час ініційовано Сергією Назаровичем Бубко. Крепко підтримується воно Міністерством образування і науки. І, звісно, ми проводимо це вже не однократно». Надихнули на перемогу учасників фінального етапу показує виступи місцевої федерації УШУ та дівчат, які займаються художній гімнастикою. Фінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу традиційно приймає легкоатлетичний манеж комбінату «Запоріжталь». «На сьогоднішній день дуже радісно бачити практично всіх юних спортсменів Запоріжської області. З кожного уголка сел, городів нашої області молоді спортсмени з'їхали сюди, щоб в майбутньому стати, мабуть, гордістю України. Тому що, благодаря тому, що комбінатом «Запоріжталь» створена така платформа, як манеж, де юні спортсмени можуть показати свої достатньо». Найперше завдання для учасників – представити свій девіз та назву. Далі на дітей чекали спортивні конкурси. «В Олімпійському лолитшині в фіналі у нас виходить культурна і спортивна частина. В культурній частина – це конкурс стихів, конкурс рисунков. І був заочний віртуальний конкурс презентації команд «Ми – Олімпійська надежда України». Спортивна частина состоїть з підвіжної гри «Пітнашка» і з естафети, яка зараз непосередньо проходит. Попередні два роки переможцем обласного етапу у Запоріжжі ставала команда енергодарської гімназії «Гармонія». Цього разу їхніми головними конкурентами була Якимівська гімназія та енергодарський ліцей. Також звично бачити у фіналі школярів Пологівського колегіуму номер один. Організатори запевняють, головне – це виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху, дружби, взаємоповаги та благородства. Перша – значність фізичної культури. Друге – ми вивлікаємо дітей в здоровий образ життя, тому що програмою цього мероприятию предусмотрені і естафети, і конкурси рисунков, і різні упражнення, які предусматрюють розвиття дитина. Учні енергодарської гармонії третій рік поспіль стали переможцями обласного конкурсу. Керівник команди Олександр Сухов знову буде представляти Запорізьку область у всеукраїнському фіналі. Заключний етап у Києві відбудеться у липні. Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, ТВ5. Ганваліст ЗНТУЗАП Леонід Михайлютенко отримав почесну відзнаку. В складі Національної збірної України з пляжного ганболу він був визнаний як представник кращої команди 2015 року з неолімпійських видів спорту в Україні. Нагадаю, торік наші пляжники виграли бронзу чемпіонату Європи в Іспанії. І вже цього року готуються виступити на чемпіонаті світу, який в липні прийматиме Угорщина. Там розіграють путівки на всесвітні ігри – аналог олімпіади для неолімпійських видів спорту. Жіночий волейбол у Запорізькій області живе. Підтвердженням тому стала регіональна першість серед дівчат до 15 років, що зібрала 8 команд в обласному центрі. Для одних це були перші змагання в кар'єрі, а деякі використали старт як підготовку до чемпіонату України. Більше знає Юлія Пасько. Щорічний чемпіонат області з волейболу зібрав на ігровому майданчику обласні дитячо-юнацькі спортивні школи дівчат віком від 13 до 15 років. Географія міст-учасників досить широка. За чемпіонство змагалися команди з Енергодару, Мелітополя, Запоріжжя, Вільнянська, Кам'янки Дніпровської, Васильівки та Новомиколаївки. Організатори відзначають, порівняно з минулим роком рівень учасниць помітно не змінився. Діти підростають, мастерство їх не влучається. А ті, які прийшли до 2001 року, підтягуються по мастерству к тим игрокам, які грали в прошлом турнірі. В принципі, рівень той самий залишається. Але це зв'язано з вітримом дітей. Дівчата з команди «Спортінтернат» – постійні учасниці турніру. Великий досвід позначається на якості гри. Вже декілька років поспіль колектив виграє регіональну першість. Цього року відзначилися і на всеукраїнському рівні. Пробилися до фіналу чемпіонату Національної дитячої ліги. Тож обласні змагання розглядають як підготовку до вирішального старту сезону. Ми готуємося до фіналу чемпіонату України дитячої ліги. Тому дуже вовремі ці соревновання. Настрій нормальний. Діти розуміють, що їм треба готуватися. Може би не все вийде, але є ще час підрихтовувати. Це як контрольна робота у нас. Особливих секретів у команди немає. Свій успіх дівчата пояснюють просто. Постійні тренування, відпрацювання здобутих навичок та взаємна підтримка у колективі. Ми підтримуємо друг друга. Безусловно, ми готуємося. Ми намагаємося, що це зробити в своїх вирішеннях. Всежа намагаємося щось відпрацювати більше, щось менше. Приходимо за 10 минулів до тренування, відпрацюємо, просто навчилися. І настраємося, підтримуємо кожного друг друга. За результатами турніру перемогу здобули дівчата з команди «Спорт-інтернат». Вони переграли колектив «Орбіта-1» та «Одноліток» з Вільнянська. Попереду на переможців чекає фінал чемпіонату України дитячої ліги, який відбудеться 20 квітня. Юлія Пасько, Дмитро Сахно, ТВ5. Запорізькі легкоатлети готуються показати клас на матчевій зустрічі збірних України, Білорусі і Туреччини. Змагання серед спортсменів до 18 років наприкінці квітня прийматиме Луцьк. Спробують додати очок українській команді новоспечений рекордсмен країни у метанні молота Михайло Кохан і Наталя Дерев'янко. Вона бігтиме 800 метрів. Мелітопольська скала провела генеральну репетицію перед суперфіналом чемпіонату України з флорболу. Аби краще підготуватися до вирішального ривка, мелітопольці організували відкритий кубок Запорізької області з цього виду спорту. Конкуренцію командам організаторів турніру склали ще три колективи. Тож у другому турі зійшлися п'ять команд. Всі подробиці – в сюжеті. Місцем зустрічі флорболістів вже традиційно став спорткомплекс «Моторсіч». На його майданчику відбулися матчі другого туру відкритого кубку Запорізької області з флорболу. У звітніх іграх взяли участь п'ять команд – «Небесні лицарі» з Дніпропетровська, місцева команда «Запорізь кран», «Молочанський шквал» і два колективи Мелітопольської скали – «Чоловіча» та «Жіноча» команди. Головна мета змагань – набуття ігрового досвіду і популяризація флорболу в регіоні. Ціль такого чемпіонату – не боротьба за трофей, а привлечення більшого количества учасників, практика, стабільна практика ігри в флорболу. Формат Кубка Запорізької області відкритий, тому передбачає участь всіх бажаючих команд. На майданчику зійшлися і професіонали, і початківці. Та перевага була на боці досвіду. В другому турі чоловіча команда Мелітопольської скали здобула чотири перемоги в чотирьох матчах. Для Мелітопольської скали тут, по великому раху, не стоїть ціль побіждати, забивати в ноги чи мало голов. У нас є свої тактичні плани. У нас тренувальний полігон. Компанію чоловічим колективом склали дівчата із Мелітопольської скали. Ця команда виступає поза конкурсом. Єдина мета – підготовка до суперфіналу чемпіонату України. Адже найближчі жіночі флорбольні команди аж у Львівській області. Тож набувати досвіду дівчатам доводиться в спарингах з представниками сильної статі. На цих соревнованнях ми отримаємо новий опит ігри без тренера. Нам багато не дається, але ми стараємося знайти між собою спільний знаменатель якийсь. І ми стараємося показати ту ігру, яку нас учив тренер. За підсумками другого туру Кубка області, перше місце в турнірні таблиці впевно посідає Мелітопольська скала. Другу позицію ділять Молочанський шквал і Запоріжкран. Замикає трійку лідерів Дніпропетровськ. Попереду у Мелітопольських команд наполегливі тренування перед суперфіналом чемпіонату України. Він відбудеться з 15 по 17 квітня в Запоріжжі. 16 квітня Чорловіча скала на стадії півфіналу серії плей-офф зустрінеться з київським КФК. А жіночій збірній в той же день буде протистояти новоярівський янтар. Оксана Якименко, Юрій Васильченко, ТВ5. Завтра баскетбольний клуб «Запоріжжя» проведе повторну гру чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату серед команд «Фагарит Спорт». Вдома команда Дмитра Щеглинського спробує дати бій столичному «Динамо». Нагадаю, напередодні кияни здолали запоріжців на своєму майданчику. Початок повторної зустрічі о 18-й годині у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд». Плануєте заздалегідь свою спортивну п'ятницю і не забудьте внести в розклад новини спорту. Я чекаю вас завтра у цей же час на каналі ТВ5. До зустрічі! Як звісно, танец дає можливість розкріпоститися душою і тілом. Он неразривно зв'язан з внутрішнім емоціональним миром чоловіка, а також знаходить своє воплощення в движеннях, композиціях і фігурах. Воплощення на следующем відео вас точно удивить. Ви думаєте, цей парень з другой планеты? Нет, він танцює танец в стилі поппінг. Просматривая це відео, все ровно, де це відбувається, як його звуть і скільки йому лет. Єдинний вопрос – як? Як йому це вдається? Це була последня інформація віпускі. Напомінаю, о новостях з Запорожжя і області ви завжди можете узнать на нашому сайті tv5.zp.ua. Якщо ви хочете поделитися з нами інтересною інформацією чи видеоматериалами, розказати про проблеми или высказати своє мнення, пишіть главред at tv5.zp.ua. В студії работала Алена Матвеева. Оставайтесь с ТВ5.